Добрый день, дорогие зрители YouTube-канала «Русская икона» показывает Андрей Болдырев. Я хотел бы вам продолжить представлять предметы в рамках наших рекламных передач, которые находятся в салоне «Ностальжи» на Ленинградской 23 в Самаре. Начнем сегодня мы с этой иконы «Господь-содержитель». Здесь мы видим икону аналойную 31 на 26 см, которая имеет очень хорошую работу по серебру, очень хорошо сделаны одежды. И одно из главных ее достоинств – это вот эта эмалевая рама, которую можно увидеть на очень немногих иконах. Рама не плоская, она имеет в сечении форму полукруга. А как вы понимаете, на полукруглую поверхность положить эмаль очень сложно, потому что эмаль стекает, это стекловидная масса. И эмалевый венец. Также вот мы здесь видим эмалевую, ну это вот эмаль по скане, а это эмаль выимчатая. Разные техники эмали. Вот такая прекрасная икона находится в нашем магазине. Если захотите, вы можете ее приобрести. Следующая икона, которую я хотел бы вам показать – Казанская икона Богородицы, начало 20 века, мастер А.А. Я не установил еще, что за мастер, но скорее всего это Абросимов. Посмотрите, какой интересный здесь оклад. Хотя это Гальваника. Гальваникой как раз работал в то время Абросимов. На эту икону есть заключение о подлинности Ветлушских Владимира Васильевича, работающего в Гос.Мире Государственного научно-исследовательского института реставрации. Здесь просто стоит посмотреть на необычность и красоту этого оклада. Обращаю внимание на эти элементы, на эту раму в неуродском стиле. Сейчас хотелось бы вам представить вот эту икону. Она очень необычная, это очень большая редкость. Это русский фарфор, живопись по фарфору. Я переверну ее скоро, и вы увидите надпись. Там подпись автора «Писал Липольд» и «Спаситель» написано. Как вы знаете, фарфор у нас появился в XVIII веке в России. На императорском фарфоровом заводе это первое производство фарфора в России. И фарфор это был атрибут государя, был имперский атрибут. Потому что фарфор очень сильно ценился. И он был секрет известен только в Китае. И в Европе его начали искать, как его сделать. Вот вы знаете, дрезденские фарфоровые мануфактуры. Это было именно, этим занимались сами государи. Это был вопрос престижа. В России это в XVIII веке появилось. Потом это предприятие, которое появилось, стало императорским фарфоровым заводом. Оно было в собственности императора. И дворцы, богатые дома, они украшались продукцией императорского фарфорового завода. Вот это икона Гвида Ренни, копия Гвида Ренни. Потому что Гвида Ренни сам жил в конце XV века. А в России, как и в Европе, тогда достаточно много копировали работ старых итальянских мастеров. И мы здесь на обратной стороне можем... Сейчас я переворачивать буду. Можем видеть вот такую надпись. Писал А. Г. Липольд. Я, к сожалению, не смог установить, кто такой А. Г. Липольд. Потому что на императорском фарфоровом заводе в конце XIX века Липольд присутствовал. Но у него другие инициалы. Видимо, это какой-то родственник, который, видимо, жил более раньше, чем Липольд. Липольд был тот второй. Про него я могу рассказать. Про первого мне сказать нечего. Он был известным копиистом. И здесь тоже копия. И он учил наших мастеров, наших художников императорского фарфорового завода живописи. Живописи. Ну вот здесь живопись очень хорошего качества. А сам фарфоровый пласт, да тем более такого размера, это очень большая редкость. А сейчас я хотел бы вам представить вот этот подстаканник. С лебедями. С живописной эмалью. Полностью в эмали. Подстаканник имеет дарственную надпись. 1908 год. С либро 84 пробы. Эмаль. Эмаль положена на выпуклую поверхность. Как я уже постоянно говорю, это трудная операция положить эмаль на выпуклую поверхность. Ну, пробы мне ни о чем не говорят. Что это за мастер, я не знаю. Таких подстаканников очень мало. Но вот у нас, на Ленинградской 23, в нашем салоне Ностальжи, в Самаре, вы можете прийти, посмотреть его. И если захотите, приобрести. Хотел бы вам еще также показать вот эту шкатулку. Сделанную в русском стиле. Вот сюжет. Видите, сидит какой-то человек, боярин, возможно. Вот русский, так сказать, лес. Здесь мы видим древний русский город, такой сказочный. Тут тоже лес. Это то, что у нас производилось в 20 веке, когда у нас пошло вот это вот сказочное искусство. Ну вот, все сразу вспомнят Беливина, его иллюстрация. Вот такая вот шкатулка. Этот предмет тоже находится у нас в Самаре, на улице Ленинградской, 23. В нашем салоне Ностальжи. Вы можете его приобрести, если захотите. Можем и вам его высадить по почте.